Здравствуйте! Я Ниазгулова Шулпан Рахимжановна, учитель русского языка и литературы в классах с казахским языком обучения. Работаю в средней школе номер 9 села Ухаты Курдайского района Жамбулской области. Здравствуйте, ребята! Я рада вас видеть сегодня на нашем уроке, на уроке русского языка и литературы. Хочу сказать, что сегодняшний наш урок немного необычен. Это перевернутый урок. Я думаю, что вы понимаете смысл, потому что мы начали подготовку чуть раньше, до урока. А сейчас, ребята, для того, чтобы начать нашу с вами работу на уроке, мы должны настроиться на работу, должны настроиться позитивно. Для этого я вам приготовила следующий настрой. На ваших партах лежат листочки, они закрыты. Вы, пожалуйста, каждый из вас выберите листочки, называется сюрприз. Каждый из вас выбирайте-выбирайте листочки, откройте, прочитайте, и это будет вашим девизом на весь сегодняшний день. Зачитываем. Моя жизнь – счастливая сказка. Браво! Пусть у тебя будет такая. Вам понравились аффирмации дня? Да. Понравилось? Да. Мне тоже понравилось. Тема нашего урока – Николай Алексеевич Заболоцкий. Стихотворение «Не позволяй душе лениться». Эпикратом к нашему уроку я взяла слова замечательного русского поэта Александра Блока. «Всё побеждает упорный труд». Я думаю, что мы сегодня, по уроку, своим упорным трудом достигнем всех целей. Итак, ребята, я вам дала опережающее задание домой. И продиктовала вам инструкции к ним, да? Хорошо. Итак, мы переходим к целеполаганию. Какова же цель нашего урока? Чего мы должны сегодня достичь? И какие цели мы должны с вами реализовать? Итак, ребята, первая цель. Все вы должны сегодня на уроке понимать содержание прозаического, драматического, поэтического произведения. Сегодня у нас поэтическое произведение. Определяя ключевые моменты развития сюжета или конфликта, используя графический органайзер. Вторая цель нашего урока. Большинство учащихся, вы должны, большинство из вас, должны анализировать содержание художественных произведений, поэтических, обратите внимание, определяя жанровые особенности и художественно-изобразительные средства, используя прием лингвистический анализ по формуле P равно T плюс I плюс G плюс T плюс S плюс P плюс F. И третья наша цель. Вы должны создать аргументированные высказывания, рассуждения с элементами описания или подиствования на основе таблиц и диаграмм графиков, используя прием ТОП с формулой. Вам понятны цели? Вот эти все цели мы должны сегодня реализовать. Не забудьте их, пожалуйста, к отцу урока мы вернемся к ним. На протяжении всего урока, ребята, вы будете заниматься взаимооцениванием групп, самооцениванием и оцениванием со стороны лидера группы. Как вы будете себя оценивать? Наше формативное оценивание в течение всего урока, которое мы будем с вами использовать, называется «Оплата по трубам». Ребята, каждый труд достоин определенной оплаты. Ваш самый главный труд сегодня на уроке, пока вы являетесь учениками школы, какой ваш самый главный труд? Знайте учеба. Это учеба. Да, получение знаний. Совершенно верно. Итак, ребята, у нас три задания. Вы разделены на три группы. Я хочу, чтобы вы выбрали себе задание. Подождите. Первое задание, которое я вам представлю, это лингвистический анализ по формуле. Второе задание, которое я представлю вашему вниманию, это графический органайзер, который вы должны будете запомнить. И третье, это ПОПС-формула, и к нему еще одно дополнительное небольшое задание, письмо. Я хочу, чтобы вы подошли лидеры, посмотрели, обговорили со своей группой и выбрали себе задание. Посмотрите, пожалуйста. Можете даже руки взять. Посмотрите, выбирайте. Каждый лидер выбирает себе задание. Показывайте свои группы. Можете совещаться. Вы должны, раз вы выбрали это задание, вот вам дескриптор. Я буду, походу, делать, вам его зачитывать. Хорошо? И на экране тоже появится. Так, работу вы выполняете четко по дескриптору. Так, вот ваше задание, ребята. Вот расшифровка вашего задания. И вот к нему идет дескриптор. Так, второе задание. На применение. Это графический органайзер. Используя графический органайзер, вы должны заполнить данные по биографии Николая Алексеевича Забаловского. Посмотрите внимательно, пожалуйста, на свои шеи и сликарость. То есть вы должны кратко, самое главное, да, пересказать биографию автора, использовать графический органайзер. Так, вы должны заполнить ТОПС-формулу, ответить на один проблемный вопрос. Прочитайте, пожалуйста, проблемный вопрос. Актуально ли наше время? Идея стихотворения. Душа обязана трудиться. Так, ТОПС-формула заполняется вот таким образом. Задание группа номер три, да, получается. Вы должны выразить свое мнение. На слове прочитанного вы должны группой обсудить. И заполнить данную таблицу. Изложить свою позицию, обосновать и аргументировать свою позицию по поводу данного проблемного вопроса. И формулировать выводы. Напишите письмо из настоящего в прошлое. Адресованное поэту Ашеру стихотворения «Гуша обязана трудиться» Николая Алексеевича Забаловского. Так, к этому тоже вот дескрипторы пишут письмо. Обязательно соблюдайте стиль письма, ребята. Письмо пишется и на стиле, да. Выдавьте свои собственные отношения, как там. И сделайте вывод из прочитанного и нового изведения. Удачи вам, приступайте к работе, ребята. Ребята, я думаю, что выполняя задание, вы научитесь еще лучше работать в группе, да. Вы научитесь работать в команде. Это вам в жизни пригодится. Потому что человек никогда не работает, да, в одиночку. Обычно люди работают в команде. Научитесь быть коммуникабельными, я думаю. Прислушиваться к мнениям других. И выносить общее решение. Так, конечно, мы должны соблюдать тайм-менеджмент, да, то есть время. На заполнение данных таблиц я даю вам время от 5 до 7 минут. Удачи вам, ребята. Что-то, если непонятно, спрашивайте. Я объясню. Так, внимательно слушаем вопросы номер один, которые должны были провести. Лингвистический анализ произведения не позволяет ушей лениться автора Николая Алексеевича Заболоцкого. Так, дескрипторами сейчас вы будете их оценивать. Скажите, всю ли работу, все ли требования они выполнили к данному заданию. Так, они должны были определить тему, идею, жанр, стиль речи, тип текста, позицию автора внимательно слушать и вам оценивать. И находить и определить стилистические фигуры. Пожалуйста. Мы с группой подумали и пришли такому выводу, что произведение не позволяет ушей лениться в стихотворении. И думая группой о основании темы о взаимоотношении человека и его души. Хорошо. Как вы думаете, и день, и ночь, и день, и ночь. Будет относиться к анафоре? Повтор идет. Да, да. Да, оно относится тоже к анафоре. Да. Оцениваем группы, пожалуйста. Вот вам дескрипторы. Вот их работа. Вы все смотрели эти видеоролики. И по стилистическим фигурам. Нет, вы должны подойти и оценить. Если хотите, можете обосновать свое решение. Так. Ничего говорить не будете? У меня стилистов нету, так как они следовали по дескриптору и выполнили все правильно. Теорию знать надо. Что такое анафорочок, когда можно было прозвучать, и что такое антитеза прозвучала. Согласна. Но это вам надо прощать. У меня была небольшая ошибка, но это ничего не значит. Можно просто продвигаться вперед. Совершенно верно. Есть к чему стремиться, да? Да. Молодцы. Спасибо. Полное имя вычисло Николая Алексеевича Заболоски. Николай Алексеевич Заболоски. Он родился в 1903 году и умер в 1958 году. В каком веке жился? В 20-м веке. Он умер от первого и второго. Как вы думаете, ребята, для чего надо изучать биографию писателей, ученых, поэтов, научных работников, людей, которые считаются великими, да? Потому что они прожили свою жизнь для своей страны, для народа. Почему нужно изучать биографию, ребята? Мы хотим ответить на проблемный вопрос. Как звучит проблемный вопрос? Считаем ли мы стихотворение, не позволяя душе лениться, актуальное в наше время. Актуальное в наше время само стихотворение, его идея в наше современное время. Хорошо. Последствую. Слово. Николай Алексеевич Заболосков. Здравствуйте, Николай Алексеевич Заболоский. Я очень сильно вдохновлена вашими работами. Я обожаю все ваши стихи. Из них мне в душу влился только один. Это стихотворение «Не позволяй душе лениться». Она была очень мотивационной для меня. Это стихотворение помогло мне избавиться от ленивости и работы танцевой. Я вам благодарна за все ваши стихи. Особенно благодарна за стихотворение «Не позволяй душе лениться». Вы остались в наших сердцах навечно. Мы вам благодарны. Здорово. Так, чтобы мы соблюдали все письма, я делал свое от собственной отношения. Сделано вывод, что это стихотворение является отличным мотиватором для того, чтобы мы тоже смогли добиваться больших успехов. Спасибо. Так, оцениваем работу этой группы, пожалуйста. Как вы думаете, ребята, зачем нужно иметь писать письмо? Зачем нужно аргументировать? Для чего нужно отвечать на комплектные вопросы? Давайте подумаем, сделаем вывод. Теперь из выступления детей уже. Для чего нужно аргументировать, сделать выводы? Из прочитанного, из любой информации получено. Какую нам она дает пользу? Делаем вывод, для чего это нам нужно было? Для этой жизни. Так, в какой жизни, для чего, в какой профессии, в какой сфере, в каком виде нашей деятельности пригодится делать выводы? Все смс, посты, которые вы выкладываете, все комментарии, которые вы пишете, они должны быть написаны в определенном стиле, грамотно, конечно. Вы должны подписать наше предложение. Первое предложение. Сегодня на уроке я научился выдавить свою учебу, чему вы научились лично, каждый из вас. И этот урок дал мне для жизни что? На уроке я научилась не лениться и любить труд душой. Этот урок для меня... Мне, вам, мне. Этот урок дал мне для жизни, что грамотно писать и думать нужно всегда, ведь это важно для жизни. Хорошо, брат, молодцы. Так, хорошо. Возвращаемся к эпиграфу. Кто помнит наш эпиграф? Слова Александра Блока. Все побеждает упорный трудоводный. И закончить наш урок я хочу словами нашего уважаемого министра образования Аската Оглова и Магомедова. Уверен, что ваши идеи, цели и стремления обязательно найдут воплощение и развитие нашей страны, нашего Казахстана. Знайте, что несмотря на небесказуемость будущего, высокопрофессиональные кадры, специалисты имеются в виду, будут востребованы всегда. Можно работать железнодорожником и стать мировой звездой. И все благодаря трудовому. Вот на этом прекрасном уроке я хочу сказать, ребята, вам огромное спасибо за ваш сегодняшний труд, за вашу достойную оплату, я надеюсь, да? Довольны ли вы уроком? Да. С тобой? Да. Это очень важно. Если вы сегодня частичку из этого урока положили себе в душу, в сердце и задумались, я думаю, что наша цель достигнута. Текст мы поняли, анализировать мы смогли, биографию полностью обработали, да? Все цели достигли мы урока. Спасибо за урок. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин